Аминь. Будьте со мной, Господь, каждому из нас, Иисус. Аминь. Мы верим в это и желаем на тело, Господь. Спасибо всем. Господь, нам благодарны Господь, Господь, это служение. Оно крепит наши сердца, укрепит наши души, укрепит наши гости. Укрепит, Господь, наши отношения с Тобой друг к другу. Господь еще больше укоренит нас, чтобы он был плод правды Твоей, которая есть Тебя. Аминь. Слава Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за прославление, спасибо Тебе, Виталию, за Иргану, спасибо Тебе за чудесное присутствие Твое, присутствие Духа Святого во время поклонения Господь за освобождение каждого человека, который находится здесь, за мир в сердце, который получил каждый человек. Спасибо Тебе, Господь. Это действительно во время утешения. Спасибо Тебе. Это время покоя, мира, Господь, Иисус. Слава Тебе. Дорогие друзья, у нас, как вы уже поняли, гость. А наш друг, пастор Сергеевич, приглашаем. Мы очень рады, пожалуйста. Спасибо. Мы очень счастливы. Спасибо. 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 Очень приятно, да, молодцы, слава Богу, да? Я очень благословлен, я знаю. Вообще замечательно, когда мы славим Бога, да? Да. Замечательно, когда мы расслабляем Его, и разные песни, разные музыкальные инструменты, и без них, и с музыкальным инструментом, по-всякому. Но замечательно, когда в этом всем Бог присутствует. Слава Богу, да. И я приветствую всех вас, братья, сестры, дорогие друзья. Благословляю всех вас. Спасибо. Вот. И Геннадий Макарович, конечно, благословляю поездки его, братья всех, кто с ним сейчас возле Георда. Вот. Люблю его очень, вот. И часто, во-первых, так вспоминаю, вот. И вас всех, собрания ваши, да, слава Богу, да. Вот. И сегодня я, вот, в воскресенье, имею возможность такой быть в гостях. У нас в церкви, там сейчас служитель на Голдской, там у нас проповедует сегодня гость. Один из наших священников, отец Виктор, из Черкасской области приехал. Вот. А я пользуюсь лучшим, думаю, нет, а я побываю здесь. Спасибо. Слава Богу, я к вам. Вот. Так что, да, и я думаю, это замечательно, когда мы вот так вот и дружим церквями, и вместе славим Бога. Вообще, когда, допустим, даже причастие совершаем, хлеопреломление, совершаем, когда мы, вот, церковно, да, допустим, это замечательно, но когда это происходит вообще межцерковно, когда это происходит, вот, тем более, там, как, межконфессионально как-то, не знаю, как-то для меня это особенная радость, и в гостях, у себя я люблю причащаться в церкви, но когда в гостях как-то, особенно как-то, ну, не знаю, для меня это трогательно. А почему, наверное, еще? Потому что о единстве верующих можно, ну, и нужно, конечно, и должно, и я и молюсь, и многие из нас молятся, да, и это хорошо, благочестиво, но есть намного большее, вот о чем сегодня как раз Паспороли сказал уже чуть-чуть, вот, как раз по поводу хлеопреломления, вот, о той женщине, которая получила такое откровение, необычное очень, да, откровение, там, значит, аэропорт Торонто во время пробуждения того, конечно, да, и я знаю подобные случаи, подобные рассказы, как бы, ну, чуть другие, но примерно похожие, вот, и знаете, наше единство – это тело и кровь Иисуса Христа. Это даже не разговор о единстве, даже и не молитва о единстве. Знаете, если мы не можем встретиться у чаши Господней, да, вместе не можем переномить хлеба, тело Христа, то всем нашим молитвам и разглагольствованием о единстве, ну, брошь цена. Потому что все это, как бы, знаете, как вот холостой какой-то выстрел. Духовный мир реагирует на определенные действия. Знаете ли, и самое великое действие, конечно, самое великое действие – это когда мы вместе переномляем хлеб. И я очень Бог благодарен. Вот, спасибо Богу за вашу церковь тоже, вот, за Филадельфию, Божью такую, братско-сестринскую любовь, и что у вас такая вот традиция хорошая. Не часто у протестантов встречается такая традиция, вот, к сожалению, но мне она очень нравится, когда вот каждое служение вот переномляется хлеб. Очень хорошая традиция. Дай Бог вам за это здоровье и благословение, да. Да, и хочу сегодня поделиться Божьим Словом, и хочу прочесть из Ветхого и из Нового Завета несколько строк. Первое хочу прочесть из книги «Песни песней». В книге «Песни песней» два стиха хочу прочесть. шестая глава, третий стих, во-первых, а потом восьмая глава, седьмой стих. Книга «Песни песней» шир гаширим, да, шир, значит, на иврите пою, поспеваю, пение, шир, шир гаширим, песни песней. И вот легко запомнить, да, что в книге всех книг есть песни всех песней. Это потрясающая книга, я делился уже, да, у вас тоже немного, чуть-чуть. И в этой книге все книг, песни всех песней, а в ней есть стих всех стихов. Перед тем, как Христос пришел, ну, незадолго до его пришествия, до его Рождества, мудрецов еврейских спрашивали, разные школы были, ну, две основные такие школы, школа Шамая и школа Гилерия, их спрашивали, какой главный стих, как бы, в Торе, в писаниях еврейских, во всех, в пророках, найдите один стих, который был бы ключевым, который был бы ключом, как бы, или, как мы еще говорим, золотым стихом, ключ ко всем писаниям, чтобы, допустим, если, допустим, неевреи спросят, вот, в чем смысл Тора, ну, Гилерий знаменитый выразил, да, значит, там, значит, мудрецы и Шамаль, старший учитель, тоже, значит, выражал учение Тора, допустим, возлюбить Бога и возлюбить Бижника. Возлюби Бога, Его Слово и приведи к Его Слову все народы. Ну, разные были формулировки, разные были идеи, как бы, как выразить слово, все, всю идею иудаизма, библейской веры, библейской веры. И мудрецы сошлись двух школ разных на одном стихе, это было «Сни и песни песней», нашли стих, который они рассказали, является ключевым стихом, который открывает, как бы, всю Библию, все писания еврейские. Это шестая глава «Песни песней», третий стих, шестая глава, начало третьего стиха, звучит так в русском переводе «Я принадлежу возлюбленному моему, возлюбленный мой мне». «Я», да, «Они», «Они», «Ле-До-Ди», «Ве-До-Ди», «Ли». И вот это вот «Ле-До-Ди», «Ве-До-Ди», оно, как бы, принадлежность, да, оно, как бы, что, да, это мой возлюбленный «До-Ди», да, даже их песня «Ле-Ха-До-Ди», да, вот «Ле-Ха-До-Ди». Это уже шабатная такая песня. Но я вообще эту тему сейчас изучаю, мне она очень нравится. И знаете, я был впечатлен, что, оказывается, вот это «Ле-До-Ди», «Ле-До-Ди», оно буквально, как бы, я ему без остатка принадлежу, я в нем, а он во мне. Мы одно целое. Мы одно целое. Как бы мы одна, ну, как вот Иисус выразил, да, я и Отец одно вообще. Вот я и мы, как бы, одно. Мы одно. И вот это вот потрясающе, что действительно Бог по милости своей, Он открывает нам свое сердце. И в той же песне песней, восьмой раздел, да, восьмая глава, седьмой стих, написано «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее». Есть разные тоже комментарии, разные объяснения, и еврейских, и христианских толкователей, и православных отцов тоже. Очень разные есть мнения по поводу, что же это все, как бы, значит. Но, знаете, Иисус, Он как-то говорил, помните, что кто слушает Меня и исполняет Слово, да, которое я говорю, тот муж благоразумный. И когда все холынуло, устоял такой человек. Почему? Потому что он был на фундаменте прочном, на камне. Да, а тот, кто встроил на песке, его все было разрушено. То есть это тот человек, который в одно ухо влетело, в другое улетело, как мы говорим, да, слушает, но не исполняет. И это печально, потому что, опять-таки, в еврейском сексе оригинальном, вот это «шма», знаменитый, да, «шма», «шма» Исраиль, «слушай», да, это не просто в одно ухо влетело, в другое улетело, а «шма» — это как призыв к действию. Исполнил. Да. Это «будь внимателен», «выслушай», и еще это призыв к действию, как бы, побуждений исполнить. То есть исполни, живи, как бы, исполняй, живи эти времена. То есть это потрясающее откровение. В одном слове потрясающее. И скажу так, никакие воды не зальют Божьей любви. Никакие проблемы, никакие беды. Есть то, что вечно. Настоящее, Божье, Святое. В Новом Завете апостол Павел пишет, Римлянам, 8 глава, 15-16 стихи. «Потому что вы не приняли духа рабства». Римлянам 8, 15. «Вы не приняли духа рабства, пишет он, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем, Ава, Отче, сей самый дух, свидетельствуя духу нашему, что мы дети Божьи». И в другом галатам, 4 глава, 6-7 стихи. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваше духа сына своего, вопиющего Ава, Отче. «Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий, через Иисуса Христа». Аминь. Есть много таких удивительных мест из Писания, но вот эти хочу сегодня выделить в этом слове для вас, для всех. И те, кто тоже пользует случаем привет моей семье, потому что в моей жизни молятся, переживают, тоже детки, супруга, вот от них привет вам всем передаю. Вот. И есть много, конечно, потрясающих таких откровений Библии, но для меня вот это самое драгоценное, самое великое, самое ценное. У меня большая мусульманская родня, большая семья мусульманская, потому что по отцу я еврей, но по матери я татар. И моя татарская семья, моя татарская родня, она огромная, она большая. Еврейские очень скромные, очень мало родственников осталось, вот, да и было немного. Вот, семьи маленькие, а татарская родня большая. Там десятки братьев у меня двоюродных, десятки сестер двоюродных, троюродных, это просто добрые сотни. Вот это кого я знаю, дяди, тети, и двоюродный дядя, и тети. Там родня, которая приезжает туда встал, допустим, чтобы только побывать хотя бы у кого-то там, там хотя бы по одному вечеру, ну месяц нужно точно, чтобы никого не обидеть, но поэтому обычно собираемся все вместе, где-то там собираемся, у дяди, у тети собираемся. А родня большая. И в советское время, ну обычно были, ну советские мусульмане наши, в принципе, как бы у нас, да и мечети никакой не было. Сейчас там уже пару мечетю построили, третья даже строится, по-моему. А раньше ничего там не было, где мы жили, и знаете ли, никакой религии ничто не напоминало там, где мы жили. Хотя дедушка мой, вот его звали, Бали Ахмед, у нас всех мальчиков обрезал, и еврейских, и татарских, ну как бы, ну в принципе это у нас не было сильно связано с религией, это больше было как культура, допустим, да, ну как часть культуры. Вот принято, вот как бы, хорошо, вот есть бабай, вот мой дедушка, да, который все это делает, как бы, значит, да, вот носили мальчика, вот. И у нас это никак не ассоциировалось с религией. А сейчас приезжал, допустим, в последний раз, когда, к родственникам, ситуация поменялась, конечно. Многие стали в мечеть ходить, один из моих братьев, там, Ренат, он даже один из учредителей, даже одной из мечетей, довольно такой, ортодоксальный такой. Вот домой пришел к нему, у него там холодильник, все халяль только, вот, значит, ну как, ну подобный кашера, только татарский вариант. Значит, да, значит, халяль, значит, там у него коврик, он там по часам молится, все, как бы, так интересно. Как бы, прошли годы, как бы, такие, ну, такая трансформация такая, такие перемены. Вот, и, в общем-то, и другие братья, смотрю, так уже, так уже, так, ну, как-то, к религии, как-то, ну, будем так говорить, выходят навстречу. Ну, не сильно, не сильно религиозно. Это хорошо, что можно вот так вот, ну, нам нормально поговорить о Христе, я им там всем новые заветы подавил на тарском языке, инжил называется, инжил. Подписал, и рассказывая им об Исе Масихе, Иса, говорю, Масих, он, говорю, он для меня мой Спаситель, Господь. Но, знаете ли, когда мы общались, вот, с Иернатом, как раз, в последний раз в Казани, то я ему как раз говорил, знаешь, говорю, вот, в Коране, говорю, он Коран читает, и, правильно говорю, 99 имен Бога, ну, вот, такая есть информация для сведения, но, говорю, все они есть в нашей Библии, вот, я могу тоже их всех выписать тебе из Библии, что он Бог-судья, он всемогущий, любящий, прощающий, он человек любимый, там, вот, все вот эти вот качества, они называются в Исламе именами Бога. Вот, и всего 99 этих вот имен, значит, Бога, и, я говорю, эти все имена есть и в нашей Библии, говорю, но, говорю, в Библии, говорю, в чем преимущество все-таки Библии, пред Кораном, говорю, что в Библии есть одно имя, которого не достает, вот, Корану, не достает Исламу, не достает мусульманам, а он мне спрашивал, а какое имя еще, ну, что за имя, не достает нам, как мусульманам, я говорю, он отец, он отец мой, это самое ценное, самое драгоценное, ава, отче, отец мой, папочка, отец, и, наоборот, даже в Коране там говорится, в одном из стихов, аятов, говорится, что отцом для смертного не называй его, то есть даже есть запрет, в общем-то, ну, как бы и у шуитов, и у сунетов есть даже и писанные, и не писанные запреты обращаться к Богу, как к своему отцу, даже по мысли, что он может быть отцом твоим, это считается уже крамолой ересью, ну, допустим, там, Амар Хаян, да, вот он немного был такой, крамольный такой, еретический, как бы, был мусульманин, он, как бы, допускал где-то, да, вообще, есть такие, как бы, мусульмане-харизматики, как бы, такие, вот, суфии, ну, как бы, которые, как сказать, ищут духовности такой, как бы, да, духовности, у них тоже есть сочинение наподобие вот песни-песней, вот, о взаимоотношениях таких любовных с Богом, вот, и они выпускали им до мысли, что он может быть все-таки отцом нам, но это в исламе считается крамолой ересью, за это их даже убивали, сжигали, за это, ну, побивали камнями, по крайней мере, вот, значит, и, знаете, а я и на это говорю, что для меня это самое важное, я не знал Бога вообще, мы выросли в советское время, в Советском Союзе, и там, где вы жили, в Украине хотя бы больше-меньше, но соблюдались традиции какие-то там, особенно в западной части, там, вообще, там, я во Львове, когда был, первый раз, я помню, общался там со мной с женщиной, она сказала, вот, я удивился, что они там, слава Иисусу Христу, там, на Вите слава отвечают за место здрасте, как вот, салам алейкум, алейкум ассалам, а там, как бы, слава Иисусу Христу, на Вите слава Богу Святого отвечают, думаю, надо же, думаю, да что бы я так живу, такое привязки такое, знаете, вот, так, за место здрасте, за место мутиков, за место здрасте, так вот, по утрам, конечно, да, я был очень сильно восхищен, удивлен, и вот, я эту женщину спрашивал, говорю, ну, а в советское время, как у вас? Ну, не так, может быть, но тоже было, ее какой-то там родственник был каким-то секретарем, там, ну, не первый, не второй, там, ну, какой-то секретарей, в Ахуме, там, партия работал, Львова, и, говорит, тоже, вот, в кабинет приходил, там, значит, там, сотрудники, нам были тоже, все коммунисты были, водащит в этом, в коме партии, ему приветствовал всех, слава Иисусу Христу, отвечали на Вите слава Богу Святому, но он, правда, относился к этому как, ну, к культуре, как бы, ну, так вот, преподавал, как культуре, как культуре народное, но это хорошая, хорошая часть культуры, есть плохие элементы культуры, любой культуры, а есть хорошие элементы культуры. И, знаете, конечно, я свидетельствовал так, и однажды я ехал, ну, я частно мусульманам свидетельствовал, проповеду об этом, и однажды я ехал в полисе с одним чеченом, который ехал на лечение. Молодой, ему 30 лет еще нет, ну, такой, очень крепкий чемпион, там, значит, там, по кейкбоксингу, занимался кейкбоксингом, значит, там, и у него, там, проблема со здоровьем, значит, ему нужно на лечение. И мы ехали, вот так получилось, в одном купе, у него, там, на верхней, верхняя полка его, и он смотрю, там, значит, наверх, по времени, если время уже молитвы, он завязает наверх, там, и, хотя, там, мы, ну, четверо нас в купе, значит, доедет, значит, и, а он, не смотря ни на что, раз, залез наверх, помолился, как раз, так, ну, полголоса, значит, и, слез, все, и в коридор выходит, ну, видимо, не хочет компания такую неверную, как бы, ну, поразмышлять, может, о своем духовном, вот, значит, ну, и я так раз просек, что он опять, после чего это молитва, вышел в коридор, ну, и я к нему тоже, ему не хочется со мной, видимо, беседовать, вот, а я ему начал спрашивать его, говорю, вот, а вы, говорю, вот, ну, как вот, как уверовали вообще, вот, ваша семья, наверное, верующая, неверующая, он стал рассказывать, немного так, чуть-чуть, но я зацепился за это и стал о семье рассказывать, о том, что Бог сделал моей жизни, стал свидетельствовать ему о том, что Бог сделал моей жизни, вот, говорю, а я, говорю, вырос в семье, он говорит, да, в моей семье и дедушки, и бабушки, значит, там, и родители намаз читали постоянно, ягод, много дурака поняли, но потом уже повзрослел, по умнел, когда тоже за ум взялся. Но, а я говорю, а я, говорю, вырос в семья атеистической, даже если мусульматы назывались у нас, значит, дедушка, бабушка, но весь ислам, это ничего там, в принципе, ничего не было исламского, вот, но говорю, а сейчас, говорю, я священнослужитель, христианин и священнослужитель, и я стал ему рассказывать, как мне это произошло, как мне встреча с Господом произошла, и вот самый интересный момент такой, конечно, это его, ну, так, за дело, за живое, что, вот, что Бог открылся, как отец именно, что Бог открылся как спаситель и как отец, и это для него было, конечно, очень, очень, так вот, ну, серьезнейшим вызовом просто, просто, но хорошим следительством тоже, хорошим следительством, слава Богу. Потому что, вот тогда еще, подростком еще, в 12 с половиной лет, когда вот перешел с Богом встречу, я же никакой теории не знал, ни мусульманская, ни христианская, ни еврейская, никакой теории не знал абсолютно, ну, чистый лист. Как бы, обычно советский школьник, то есть, никак не был, ни в какую религию не был вовлечен абсолютно. Вот, и, ну, знаете, но, когда перешел с ним встречу, ну, я вот рассказывал, да, что, значит, умер, врачи не смогли спасти, значит, ну, и констатировали смерть от пневмонии, двусторонняя пневмония и воспаление легких. Вот, и я понимал, что умираю, вот, но, когда умер, я не понял, что я умер, потому что я, ну, когда я умирал, я понимал, что вот остались секунды последние, потому что меня выдавливало из моего же тела, ну, как будто вот на тебя машина наехала, только вот медленно, и выдавливало из меня, меня же самого как-то. И эти последние секунды я понимал, что вот сейчас вот уже додавит сюда, я хрипел уже, свистел, значит, и, ну, очень больно было умирать от двусторонней пневмонии. Вот, хрип и свист, любая попытка вдохнуть-выдохнуть, это как, знаете, игрушки со свистками этими, вот. И стал тогда давить на грудь, я понимал, сейчас вот додавит меня до конца, то есть меня уже здесь не было уже, все, вот здесь оставалось, вот здесь вот как еще. И давила сюда, боль страшная вообще. И когда додавит до конца, я так понимал, все, я уже все понял, что сейчас я перестану, ну, как, я понимал так, что я перестану сейчас существовать, я исчезну, испарюсь, все. И с чем я умирал, это, не знаю, обиды какая-то, и что природа несправедлива. Вот это я, какие-то мысли такие, не знаю, я мало помню эти моменты сейчас, но со школы, там, допустим, один учитель нас говорил, что природа несправедлива. Вот мне вспомнил, что природа несправедлива. Мне было обидно, что меня не будет больше, все, а я жил и не жил, как бы. Вот, что мои сверстники завтра в школу пойдут, а меня не будет. Вот мне было, вот, помню, это чувство обиды, несправедливости и обиды. И все, вот с этим я умер. Последний раз стало больно, а потом не больно. Вот, я даже не понял, что я умер, потому что, это я потом уже понял, что я умирал, когда уже вернулся уже, когда уже все, я понял. А так я не понял даже, что я умирал, потому что я не перестал существовать, я не перестал видеть, слышать, там, то есть я был, даже еще намного лучше у меня было, ничего не болело, все было хорошо, вообще. И я смотрел наверх, вот, я был заворажен просто, я знал, что это Бог, опять-таки, кто мне это сказал, или я сам догадался, вот, но я знал, что это Бог, и я вот к нему, как перед Ним, я даже не помню, как в момент произошел-то, вот, встреча-то, что я вот, я перед Ним, вот это я точно понимал, что я перед Ним. Вот, и, но, слава Богу, все было хорошо, потом, после нашей встречи, я вернулся, снова залез в свое же тело, зашел и заполз как бы так постепенно, как бы, и, мое тело было исцелено, вдобавок, то есть я не только воскрес, я еще был исцелен, как бонус такой, слава Богу, да, значит, потому что я понял сразу, что я здоров, потому что, когда вот я сюда зашел уже, сюда, я не хрипел, не свистел, я дышал нормально вообще, ничего не болело абсолютно вообще, вот, вот, и, и потом до конца дошел, вот, знаете, как вот, как вот, колготки какие-то, допустим, представил себе, одеваешь, вот, я четко вот подошел, пятку, почувствовал до конца, уперся, все, дальше уже не шел я, я понимал, что я себя одел как бы на себя самого, опять, как бы, довольно странное ощущение, непередаваемое ощущение, вот, и я обычно, как бы братьям рассказывал об этом, когда, значит, говорю, братьям, помлюте, сами поймете, да, а так бесполезно рассказывать, в принципе, ну, 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 есть польза какая-то, но, как вот Хаджан Селин говорил, сколько не говори халва-халва, а в аркуст в Афганистане, да, да, ну, как бы, можно иметь общее представление вообще, но на самом деле это совсем другой мир, он более реальный, чем то, что вот вообще, то, что я знаю, вот, до сегодняшнего дня, а тогда вообще, что я знал, как бы, гораздо меньше, конечно, вот, и, ну, к чему я это рассказываю, что, вернувшись уже в тело, конечно, ждала масса разочарований, эйфория возвращения очень быстро прошла, радостная эйфория очень быстро, вот, потому что, знаете ли, когда попытался маме что-то рассказать, немного даже, вот, на меня как-то, так, как она посмотрела, вот, знаете ли, как вот, ну, я понял, что это страшно вообще, что, знаете, врачи напугали еще, что там могло быть галлюцинации, что-то еще, вот, значит, омертвение там, последствия какие-то, вот, но мне было страшно за маму, за папу, за, вот, за взрослых, потому что они, думаю, я-то опозорился, думаю, вот, но они-то опозорятся, ну, как бы, больше, я так понимал, и, думаю, мне-то повезло, мне хватило бы зло понять, что мне-то повезло вернуться, вот, а им еще, как говорится, на воде вилами писано, значит, и, я так, ну, моего опыта хватило понять, чтобы, ну, как бы, осознать, что обычно оттуда не возвращаются, вот, и, знаете, друзья, конечно, вот, откровение, которое, вот, чем я делюсь сегодня, да, что Бог Отец, это самое первое, ну, не совсем самое первое, но одно из самых первых, что я понял в своей жизни после возвращения, после того, как вернулся оттуда, и вот, тогда мне еще было 12,5 лет, получается, сейчас уже, вот, скоро 50 уже будет, да, вот, сейчас юбилейный год, кстати, 50-й год моей жизни, юбилейный год моей жизни, слава Богу, вот, очень Богу благодарен за это, вот, и тоже у нас там дома шумно, ну, у нас, правда, один внук пока только, вот, вот, и слава Богу, вот, но всем детям своим, когда они, вот, достигали этого возраста, в 12-13 лет я им, вот, рассказывал об этой истории своей, и рассказывая, я как раз вот говорил, что, оказавшись перед ним, мне казалось, что я самый плохой мальчик, что жил на земле вообще, потому что здесь на земле совсем другой взгляд вообще, здесь не по-настоящему, я как будто понарошку, по правдушному там уже, вот, и мне казалось, как будто я вот лет 12-13 проспал, допустим, и мне снился так, неплохой, хороший сон, сон, вот, моя жизнь, и вот, и вот, наконец-то я проснулся, наконец-то я проснулся, в реальном мире, но было неприятно, потому что очень сильно опозорился я, мне казалось, что очень сильно опозорился, вот, во-первых, что, думаю, очень глубоко себя чувствовал, потому что еще за секунду до смерти, я не знал, что вообще, ну, как бы до того, как я там оказался, одним словом, это потом, потому что это смерть была, понимаете ли, я даже не знал, что Бог сейчас существует в природе вообще, если хотя бы перед смертью, мне хотя бы вот на последних секундах этих смерти, перед жизнью моей, хотя бы хоть кто-то сказал бы, что есть Бог, и, Сережа, сейчас ты перед Ним окажешься, я, может, так глупо не оказался бы в такой ситуации, глупой, я хотя бы за секунды до того, я хотя бы, может, что-то сказал бы, хоть что-то, ну, не знаю, осознал бы, вот, а то вообще, вот, просто, вот, оказался в такой очень глупой ситуации, вот, и, но, вот это неприятное ощущение, оно быстро ушло, он очень хороший, очень добрый, вот, его мне даже трудно сравнить вообще, с чем бы то ни было тогда, с чем я мог сравнить, вот, мама, папа, вот, моя семья, да, значит, ну, все, что я знал вообще в жизни, собака моя, вот, которая была когда-то, вот, и говорю, вот, все, что мог в жизни узнать, да, такого хорошего, да, кто меня любил, вот, все это вместе, ну, нельзя было даже, ну, близко поставить, вот, с тем, что, вот, там есть, он очень добрый, очень хороший, и, знаете, вот, и я просил прощения, я не помню, как, не помню, что, но я каким-то образом просил прощения, вот, и он простил, очень просто как-то, как будто бы такая рука, она, знаете, как вот в школе с доски стирает, стирает, но там в школе, допустим, доска для стирается, а то там что-то остается все равно еще, можно прочитать, ну, надо очень-то усиливать даже, чтобы все это стереть, а там эта рука стирала так, что не только я это не видел, я еще помнил об этом, но я этого не видел уже, а там все это видишь, там мысли невидимые, вот, там очень, поначалу очень такая ситуация, такая дурацкая для себя, ну, для меня оказалась очень такая поначалу, там как будто зазеркалье, вот, допустим, то, что ты получаешь, да, ты как будто теряешь, наоборот, и как будто отдаешь, как будто, наоборот, получаешь, то все, все шиворот-навыворот, вот, но к этому очень быстро привыкаешь, очень, это как бы буквально, не знаю, мне казалось какие-то секунды, и я уже понял, что это нормальная как раз ситуация, а до того, что мне было, казалось нормальным, это ненормальная как раз, то есть, ну, то есть, освоился я очень быстро с этим, но, представьте, понимать, что все прежде, Я вот пожил на земле и прожил, и все это совершенно неправильно, ненормально. Вот здесь нормально, а вот то, что было в моей жизни, это ненормально, потому что я жил только без себя. Это ненормально. В той среде это было как позор. В той среде это было очень стыдно. Но это он меня простил и вытер так, что у меня было такое чувство, казалось так, что вот его сейчас Бога спроси, а помнишь было то, то или так, или так. Вот такое ощущение было, что он как бы сказал бы о чем-то вообще. Как будто он вообще, не то, что как будто бы, а я еще помнил, а он не помнил это уже. Вот так стер. Не только со своей жизнью, но с моей жизнью, но это и с себя. Вообще, как будто этого не было вообще. Но только одно нельзя было стереть, это было во мне. Вот какие-то даже не огорчения, но знаете, мысли такие. Думаю, как я мог бы жить вообще? Совсем по-другому. Если бы я знал, меня обманули, мне не сказали, что Бог есть. Думаю, если бы я знал бы, что Бог есть, и что вот это все вот так вот. Как бы я мог бы жить вообще? И такая вот, знаете, такая тоска, не тоска, вот как бы. Вот там хорошо, но то, что я не могу ничего плохого, я ничего плохого не видел, но вот этот дискомфорт, что очень все глупо получилось у меня. И знаете, я знал точно, что я буду снова жить. Одним словом, когда вернулся, ждали и разочарования, но ждали и откровения. Мне очень хотелось с ним разговаривать, я вот удивился этим. Хотелось с ним поговорить, хотя бы еще секундочку в глаза ему посмотреть хотелось после возвращения. Ну, когда проходили уже недели, первые дни еще нормально было как-то. Как, знаете, вот как воздух наберешь, да, в рот, и можно не мешать, допустим, под водой или где. Но проходит немного времени, и ты уже побегуешь уже, уже тебе нужно что-то, да, врахнуть. А проходит еще время, и ты уже понимаешь, все, у тебя остается считанные секунды уже. Вот, вот если знаете, что такое, да, значит, вот, и у меня, понимаете, поначалу, как бы я снова оказался здесь когда-то, да, вот на этой земле. Первые дни еще нормально, хотя в этом было что-то неестественное, в этом нормальности было. Вот, вот, но потом с каждым днем было все хуже и хуже, я понимал, мне нужно, я хочу вот этого, ну, лопнуть. Мне, я хотел хотя бы секундочку ему в глаза посмотреть, мне так вот мыслилось. И я не знал, как можно, я ходил в школу и был в депрессии. Ну, можно так выразиться, депрессией. В отчаянии просто, просто в отчаянии был. Вот, давно приходил со школы и утыкался в подушку и просто ревел. Мне хотелось хотя бы секундочку еще ему в глаза посмотреть. Вот, я, ну, хотя бы секундочку, и мне хватило бы дальше, я не знал, что еще, но вот этого, мне, думаю, хватило бы намного. Но, знаете, я ревел, я вообще вырос, знаете, в такой традиции, татарской семье, вот, в основном, мое детство ранее проходило. И там учили нас, что мальчик не должен плакать вообще, вообще. Что бы ни было бы там, там даже такие были, ну, очень, моменты были, еще, допустим, там не было 5 лет, 6 лет, допустим. Там, там, все было лезвенно разрезано, так получилось, значит, и обсыпали солью, и засыпали, значит, и заманали тряпкой. Что такое соль, когда вся рука лезвенно порезана, значит, но бабушка моя, Аби, Миньбану ее звали, она очень строго посмотрела, так вот, и даже не вздумал плакать. Бабай, он переживал, я так понимаю, за меня, дедушку мою, но он ждал, что я не буду плакать вообще. Я не плакал, я терпел, я весь-весь, но терпел, и потом, когда уже, когда уже был у нас Курбан очередной, ну, мясо ели, мужики собирались все, вот, татары в основном, евреи приходили тоже у нас, вот, сидели вместе, мясо ели. И чай пили, вот, и, и, вот, значит, и бабай, а туда нельзя было заходить, женщины и дети отдельно были. У нас даже отдельный суп варился для женщин и детей, вот, для мужчин отдельный суп варился, вот. И туда, может быть, если 13 лет исполнилось уже, да, вот, то можно было туда заходить, в этот общий такой зал большой. Вот, где все мужчины сидели, вот, и дедушки эти бабаи сидели, вот, и мой дедушка сидел там, значит, и, и я еще, получается, мне было 6 лет с половиной, еще, ну, перед школой, вот, и я был очень рад, что для меня была так честь такая оказана, вот, бабай зовел меня туда, вот, и посадил среди мужчин, значит, как бы для меня была такая честь, вот, и я знал, что вот, я не заплакал, вот, у меня, как бы, почти, вот, и я был, я привык к тому, что мужчине, ну, нельзя плакать вообще, нельзя, просто нельзя, вот, и, знаете, а здесь после вот этого момента, вот, я просто реветь начинал, я просто плакал, и мне было не до того уже, не до всего вообще, вот, я просто плакал, и, когда просыпался, подушка, я не знал, можно ли столько реветь вообще, откуда у меня, думаю, столько жидкости вообще, подушка была мокрая вообще, вся мокрая, и нет пота, а слезы, представляете, сколько надо было реветь-то, это я утром только понимал, что вся подушка мокрая, хоть выжимай, думаю, вот, да, значит, но утро приходило облегчение, к утру приходило облегчение, во сне получал, ну, можно так выразиться, откровение, а мне хотелось очень поговорить с ним, а я не знал, как поговорить, у меня был только один образец, вот, я говорю, это вот, заболеть, умереть, поговорить и вернуться, и у меня даже, я в школе, там, я помню, шальная мысль такая, на уроке пришла, такая, думаю, ну, как бы, специально простыть, объезд со мороженого, там, все, там, вот, думаю, раз, повезло, мне вернуть, я вернулся, но я даже был готов на эти боли, на эту боль пройти, снова, выход из тела, и всего, болезнь, эта боль, чтобы хотя бы секундочку ему в глаза еще раз посмотреть, то есть, у меня даже такая мысль была, ну, неправильно, конечно, шальная мысль совсем, но некому было даже вообще что-то не подсказать вообще, я же не знал, что можно с ним разговаривать, не выходя из тела, что можно с ним общаться, даже не умирает, а в нормальных условиях, в общем дело, вот, и, слава Богу, до мороженого не дошло, до простуды не дошло, вот, и той же ночью я был перед Богом во сне, во сне, я не видел Бога во сне, но он был там настолько реален, я видел мальчиков и девочек, много очень мальчиков и девочек, младше меня они были, и их было много, и они играли как-то, и у них была очень странная игра такая, а Бог, он был как будто бы вот за той ширмой, вот, вот такая ширма, не ширма, знаете, вот телевизор, не телевизор, медуза, не медуза, стекло, не стекло, ну что-то такое, знаете, но она закрывала его, то есть я понимал, что он там, но он все видит и слышит, что мы здесь играем, а у детей была интересная игра, эти мальчики и девочки, они играли интересно, они ему все пересказывали, рассказывали все ему, поначалу как-то было чудно, он-то и так все это видит, ну, из-за всего этого ширма, как бы, и все, он видит, это перед ним все происходило как-то, и я был там перед ним, на этой полянке как бы такой, они все играют, и потом он все пересказывает ему, что они там, что у них сына, подначало было чудно, а потом не понравилось, и я на сне попробовал тоже, и во сне я с ним стал говорить, я ему стал рассказывать, как мне очень тяжело, вот, как вот все эти дни было очень плохо без него, и что мне хочется хотя бы секундочку в глаза посмотреть, я ему все стал рассказывать, что попытался маме, папе рассказать, на меня как-то дурака смотрели, попытался там однокласснику одному рассказать, бывшему товарищу, он, то есть вообще ноль понимания, вот, и, что очень тяжело без него, что на свою шею вот опросился, выпросил, как бы, или захотел обратно вернуться, а теперь очень жалею, вот, как бы, все я ему рассказал, и во сне такое облегчение было такое, мне так хорошо стало во сне, как бы, если что не в сказке, сказать, не пером писать, стало хорошо, и с этим я проснулся, и вот тогда я попытался уже наяву, в яве, то было во сне, а то наяву, я снова с ним поговорил, а в другой день, в ночь, вернее, тоже видел сон, и в том сне я был шокирован тем, что он мой отец, с того момента я называл его папочкой своим, называл папой, назвал папочкой, я не знал, уже потом, конечно, спустя некоторые годы уже, уже в церкви православной уже, 87-й был год уже, 88-й был уже, я уже служил уже в храме, уже читал все на пиросе, я, конечно, священникам там рассказывал на исповеди, ну, и мой духовный отец тогда уже, я стал поцерковляться постепенно, потому что все, что с религией связано, где мы жили уже, в Ролино жили уже тогда, не там, не там, не там, а уже жили в России, в Центральной Европе, был храм православный, и это уже была ассоциация с религией какой-то, вот, и поэтому я, как бы, и зашагал туда, мне мама потом рассказывала, спрашивала, а почему ты не мечеть пошел, не в цинагогу, почему пошел в христианский храм, говорю, ну, мама, у нас же не было, говорю, ты не мечеть, не в цинагоге, альтернативы никакой не было, поэтому у меня только одна дорожка была заказана, православный храм, я и пошел, да, и, знаете, очень Бог благодарен за все это, но священники, к сожалению, тогда традиционно эти священники, они, ну, мне говорили, что мой опыт лучше его забыть во многом, потому что называть Бога папочкой или папой даже, ну, нехорошо, он отче наш и же и си на небеси, да, значит, но ни в коем разе ни папой, ни тьмоль папочкой, вот, и, ну, я зарекся тогда больше так его не называть, конечно, хотя еще желание было, позывы, но я, так все, как бы, зарекся больше так не называть, думаю, надо же, правда, думаю, что я себе втемяшил, фамильярничать с Богом, думаю, как-то нехорошо, вот, думаю, мой опыт, он очень такой скользкий, думаю, опасный, вот, лучше проверенного держаться в пути, православного, церковного, и вот я держался отцов в церкви, вот я как раз вот перечитывал, думаю, правда, думаю, надо же, вот, значит, и, но в 96-м году, будучи вот священником тогда, я с 91-го по 96-й служил священником в Рязанской и Брянской областях, настоятелем сельского храма, и в 96-м году пережил обращение, возвращение к Божьему Слову, возвращение к Богу, и тогда я его снова назвал папой своим, папочкой, но он сам виноват, он проявил первую инициативу, потому что меня назвал Сережей, да, а так, никто, понимаете, я бы не говорил даже священникам на исповеди, что он меня Сережей называл, значит, никому не говорил, и вдруг он меня снова назвал спустя годы, он меня помнит, и поэтому я его снова назвал папочкой тогда, вот, ну и с этого времени началось, дальше, потому что Абба, да, Абба, Абба, есть песня Абба, значит, вот, еврейская, и, сегодня мальчики, девочки еврейские, папа их, Абба, 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 есть Абину, 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 да, Абину, это отец, это папа, это более так официально, как бы, да, а Абба, это папочка, Татус, в принципе, Татус, перевод Абба, Татус, значит, и Таточка, да, значит, вот, и это то, что не является религией, а то, что является жизнью и сыновством, это, по сути, Новый Завет, это даже не книга в Библии, это даже не священная история какая-то, да, Новый Завет в крови Иисуса Христа, это Бога сыновства, Бога усыновления, Это самое великое, самое драгоценное В сердце только ты один живет, мой родной, самый драгоценный, Знаю, скоро ты за мной придешь, придешь, господин и царь на всей вселенной, Господин и царь на всей вселенной, в сердце только ты один живешь, Мой родной, самый драгоценный, знаю, скоро ты за мной придешь, придешь, Господин и царь на всей вселенной, господин и царь на всей вселенной, Только, только ты один для меня, и нет другого, Только, только ты один, и я тебе, мой Бог, принадлежу. Благословен ты, Господь, Бог наш, царь вселенной, Благословен ты, возлюбивший нас и отдавший жизнь свою за нас, Кровушку свою проливший, жизнь свою отдавший, Чтобы всякий верующий в тебя не погиб, но имел жизнь вечную, Благодарю за Духа Святого Твоего, Благодарю за жизнь вечную, за Бога Сыновства, Боже Всепогущий, благослови нас, Распусти с миром, пусть твой шалом, твой мир будет в наших сердцах, В наших судьбах, благословен ты, царь наш, благословен Господь, Да благословит тебя, Господь, и сохранит тебя, Да призрит на тебя, Господь, светом лицом своим, И помилует тебя, Да обратит Господь, лицо свое на тебя, И даст тебе, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Которым спасены, которым спасаемся Слава Иисусу Христу, благословите Господь всех вам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok